МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Позарился на рыбные богатства. В Астрахани задержан браконьер из Дагестана, у которого в машине обнаружили 800 кг осетрины. ЧП на дороге. Во время следования из Дагестана в Волгоград загорелся автобус с 40 пассажирами. Пришел, увидел, победил. В эти выходные прошел всероссийский турнир на призы медалиста Олимпийских игр Мурада Гайдара. Азраханские пограничники изъяли у браконьера из Дагестана осетров на 36 миллионов рублей. Мужчина оборудовал тайник в кузове своего автомобиля, где во время досмотра машины в Астрахани пограничники обнаружили 263 тушки русского осетра общим весом 800 кг. Вся рыба имела следы незаконной добычи из естественной среды обитания. Сумма причиненного ущерба оценивается в 36 миллионов рублей. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Автобус с 40 пассажирами из Дагестана загорелся под Волгоградом. Об этом сообщает МВД по Волгоградской области. Возгорание началось в моторном отсеке. Пассажиры порядка 40 человек были эвакуированы, пострадавших нет. Отметим, что незадолго до ЧП 12 декабря этот же автобус прошел очередной технический контроль. Проверка нарушений не выявила. Каждый месяц больше половины дохода дагестанцев тратится на то, чтобы купить продукты, что составляет 53%. Такие данные приводят эксперты агентства Риарейтинг. Специалисты объясняют это религиозными традициями и разницей в количестве детей в российских регионах. При этом в Дагестане стоимость минимального набора продуктов питания составляет почти 4000 рублей. В общем, россияне расходуют на еду в среднем 30% своих доходов. Турецкое качество по европейским стандартам. В Махачкале открыли магазин брендовой техники Амир. Для горожан устроили большой праздник. Покупатели удивляли необычными сюрпризами. В чем особенность салона и какой ассортимент представлен в нем, расскажет Патимат Ханапова. Аниматоры, бесплатный кофе и розыгрыш призов. Даже обычных прохожих здесь встречают по-праздничному и весело. Микроволновые печи, кухонные плиты и даже айфоны. В честь открытия магазина владельцы решили порадовать гостей ценными подарками. Для этого достаточно было получить купон с номерком и бросить его в лототрон. Я пришел посмотреть, какая продукция будет сегодня представлена. И я очень даже удивлен, что такая хорошая, качественная продукция выставляется сегодня на показ нам. Я бы такую продукцию себе купил бы, приобрел бы. Я уже даже приметил, какое оборудование для своего дома я буду уже приобретать. Бодовая техника «Мир» создана на основе новых модных тенденций. В интерьере кухонь эту продукцию практически можно назвать техническим прорывом. Поверхность приборов изготовлена из экологичной биокерамики. Это позволит легко и просто очищать ее от загрязнений. А если вы предпочитаете газовое оборудование, то датчик контроль убережет от утечки. «Открывая такую торговую сеть, это не магазин, это нигде купили-продали, а это торговая сеть, где даже не оптовые поставки, а производители. И эта сеть охватывает всю нашу, ну, сказать, города Северного Кавказа. Приобретает сегодняшним открытием еще возможность покупать или приобретать электро-бытовую технику брендовую, которую можно даже по каталогу, сидя дома, у себя приобрести. Есть очень большой выбор. Это только часть представленной продукции, она еще будет расширяться». Дизайн этой продукции разработан итальянскими мастерами. Духовые шкафы, мини-печи, вытяжки, плиты. Ассортимент большой. В коллекции представлены модели как в стиле ретро, так и в хай-тек. Пока гости знакомились с кухонными новшествами компании «Амир», пришло время разыгрывать призы. Бытовая техника нашла своих обладателей. Кому же достанется главный приз – айфон 11. «Помните этот момент! Особенно тех, кто выиграет айфон!» «Давай, давай, доставай!» «14.42! Давайте нам приз сюда, в студию!» «Мимо проходил, да, розыгрыш айфона, говорит. Стоял, фартанул, да». «Какие у тебя эмоции есть?» «Просто нет слов». «А что ты будешь делать с айфоном? Себя оставишь, Эмикар?» «Себя оставлю». Патиман Ханапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Уникальная возможность для юных исполнителей. Около 200 участников выступили в юбилейном 20-м музыкальном фестивале «Наши надежды». Это хореографические коллективы, исполнители эстрадных и народных песен на национальных языках не только с Дагестана, но и республики Калмыкия, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чеченской республики. Также 50 юных исполнителей попробовали свои силы в качестве солистов Камерного оркестра «Дагосфилармоним». «Пришел, увидел, победил» – золото открытого всероссийского турнира на призы медалиста Олимпийских игр. Мурада Гайдарова досталась грузинскому борцу Автандилу Кинчадзе. Соревнования проходили в эти выходные в Махачкале. Продолжит Курман Рагимов. Девятый по счету турнир последние три года проводится в Махачкале. Призовой фонд в полмиллиона рублей борцы разыгрывают в одной категории – до 74 килограммов. Именно в этом весе многократный призер чемпионатов мира и Европы Мурад Гайдаров провел большую часть своей карьеры. В начале мы полный турнир проводили со всеми весами. Не знаю, как-то решили сделать один вес, в том весе, которым я боролся, и сделать более солидные призы. За хорошие призы я и сам боролся много на коммерческих турнирах, поэтому я знаю, что и конкуренция тоже достойная бывает. Об уровне и значимости турнира говорили на официальном открытии. Поздравить Гайдарова с проведением и пожелать удачи борцам приехало много почетных гостей и именитых спортсменов. Мурада, честно говоря, давно знаю. Его определяет открытый и мужественный характер, за что его уважают многие люди, в том числе я. Он в любом случае человек порядочный. Это очень важно, когда человек за запасу камень не держит, у него всегда все бывает открыто. Поэтому люди к нему тянутся и его уважают, и он людей любит и уважает. В спорт за награду вступали 30 борцов. Самым титулованным участником стал грузин Автандил Кенчадзе. Прошлогодний вице-чемпион мира здесь ожидаемо добрался до финала, где в упорной схватке взял верх над хасавиртовцем Аманулой Гаджимагамедовым. Я хорошо знаком и уважаю борцовские традиции Дагестана. На ковре встречался со многими вашими спортсменами. Здесь высокая конкуренция внутри республики и страны. Поэтому я уверен, что сегодняшние мои соперники способны показать хороший результат на чемпионатах мира и Европы. Помимо кубков и медалей, всем призерам турнира вручили денежные премии – 200, 100 и по 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, отдельно были награждены тренер-чемпиона и борец, проявивший волю к победе. Курбан Рагимов, Гаджи Магамедов, телеканал ННТ, Махачкала. У меня на этом все. Приятных вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова